Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите канал Цейгаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравились наши ролики, не забывайте ставить лайки и подписываться. В предыдущем ролике мы рассмотрели легкие французские танки, разработанные в межвоенный период в соответствии с военной доктриной Франции. Легкие танки предназначались для поддержки пехоты и кавалерии и являлись основными танками французской армии. Кроме этого, в рамках концепции боевого танка предполагалось использование средних и тяжелых танков для самостоятельного введения боевых действий и противостояния танкам и противотанковой артиллерии противника. С этой целью во Франции после окончания Первой мировой войны начали разрабатываться тяжелые танки, а после прихода в Германии к власти нацистов в середине 30-х годов и средние танки. Эти танки выпускались ограниченными сериями и накануне Второй мировой войны не стали массовыми во французской армии. Средний танк Д-2 весом 19,7 тонны разработан в 1934 году, как дальнейшее развитие легкого пехотного танка Д-1. Перед средним танком военные поставили задачу не только сопровождения пехоты, но и уничтожения бронетехники противника. В качестве базы для этого танка больше всего подходил Д-1, отличавшийся усиленным бронированием при удовлетворительной скорости движения. Компоновка танка осталась без существенных изменений. Экипаж был три человека. В передней части корпуса размещался механик-водитель, справа от него радист. Командир танка размещался в боевом отделении и обслуживал башню, на которой устанавливалась командирская башенка. Передняя часть корпуса была полностью изменена. От покатой верхней части лба и отдельной рубки механика-водителя отказались. Вместо двухстворчатого люка стрелка-радиста установили откидывавшийся вперед люк. По требованию военных, конструкция корпуса должна была быть не клепанной, а сварной. Но реализовать это полностью не удалось. Танк имел корпус клепанно-сварной конструкции с широким использованием бронированных литых деталей. Литой была и башня. Броневые детали корпуса соединялись с помощью сварки, болтов и заклепок и тонких стальных полос. Бронирование танка было на достаточно высоком уровне. Толщина брони лба башни 56 мм. Бортов башни 46 мм. Лба и бортов корпуса 40 мм. Днище 20 мм. В башне устанавливалась 47 мм пушка и 7,5 мм пулемет Шаттель-Ро. При этом пушка и пулемет имели раздельные маски. Для стрелка-радиста в корпусе устанавливался еще один такой же пулемет. Во второй серии танков Д-2 была установлена новая башня АПХ-4 с более мощной длинноствольной пушкой. В качестве силовой установки использовался двигатель Рено мощностью 150 л.с., обеспечивающий скорость в 25 км в час и запас хода в 140 км. За период 1935-1940 годов было произведено около 100 танков Д-2. Средний танк Сомуа С-35 – основной средний танк французской армии и лучший французский танк предвоенного периода. Разработан фирмой Сомуа в 1935 году в рамках создания кавалерийского танка. В основу конструкции танка были положены элементы пехотных танков Д-1 и Д-2. Трансмиссии и подвеска во многом были заимствованы от чехословацкого танка ЛТ-35. Танк был весом 19,5 тонн. Компоновка была классической, с расположением МТО в корме, отделение управления и боевое отделение в лобовой части корпуса. Экипаж танка состоял из трех человек – механика водителя, радиста и командира. Механик-водитель размещался впереди слева в корпусе, радист справа от него. Командир-стрелок в одноместной башне. Радист также мог выполнять функции заряжающего, переходя в боевое отделение. Посадка экипажа осуществлялась через люк в левом борту корпуса и дополнительный люк в кормовой части башни. Также в полу боевого отделения имелся люк для экстренной эвакуации. Танк имел дифференцированную противоснарядную броневую защиту. Корпус изготавливался из четырех литых броневых деталей – двух нижних, в которых монтировались все агрегаты танка, и двух верхних – носовой и кормовой. Между собой все эти детали соединялись болтами. Толщина бронирования нижней части корпуса составляла 36 мм, вскругленной наклонной под углом 30 градусов в лобовой части. 25 мм в бортах, дополнительно прикрытых 10-мм экранами надходовой. Корма от 25 до 35 мм, днище 20 мм, крыша от 12 до 20 мм. Лоб верхней половины корпуса имел толщину 36 мм, скругленной наклонной под углом 45 градусов в нижней части и наклонной под углом 22 градуса в верхней части. Борта верхней половины при наклоне в 22 градуса имели толщину в 35 мм. На первых образцах танка устанавливалась башня АПХ-1, проверенная на танке Д-2. На последующих башня АПХ-1 КЕ с увеличенным диаметром погона. Башня была шестигранной и литой. Толщина лба башни 56 мм, бортов и кормы 46 мм, крыши башни 30 мм. Маски пушки и пулемета были толщиной в 56 мм. На башне была командирская башенка с наблюдательным люком со смотровой щелью и двумя смотровыми отверстиями, закрываемыми броневыми щитками. Башня, кроме ручного, имела и электропривод. На башню устанавливалась 47 мм пушка с длиной ствола в 32 калибра и 7,5 мм пулемет. Пушка и пулемет были установлены в независимых масках на общей оси качания. Дополнительный зенитный пулемет мог размещаться на туреле на крыше башни над кормовым люком. В качестве силовой установки использовался двигатель СОМОА мощностью в 190 л.с., обеспечивающий скорость в 40 км в час и запас хода в 240 км. Управление танком осуществлялось не традиционными рычагами, а при помощи штурвала, соединенного тросами с бортовыми фрикционами. Дальнейшим развитием С-35 стала его модификация С-40. В этом танке сборка броневого корпуса и башни производилась не болтами, а сваркой, в основном катанных бронеплит, что существенно упростило производство танка и повысило его бронестойкость. Также на танке был установлен новый дизельный двигатель мощностью в 219 л.с. С 1936 по 1940 год всего было выпущено 427 танков СОМОА С-35. Супертяжелый танк ШАР-2К. Самый большой и тяжелый танк французской армии. Разрабатывался с 1916 года как тяжелый танк прорыва. Вместо неудачных штурмовых танков Сен-Шамон и Шнейдер. Это был самый тяжелый серийный танк за всю историю танкостроения. Вес танка достигал 69 тонн. Экипаж 12 человек. За основу конструкции танка были использованы ромбовидные английские танки МК-1 и МК-2. Танк должен был иметь противоснарядное бронирование и мощное вооружение во вращающейся башне. Он имел внушительные габариты. Длина 10,2 метра. Ширина 3 метра. Высота 4 метра. По компоновке танк делился на четыре отделения. Отделение управления в носовой части корпуса. За ним боевое отделение с четырехместной башней. Моторно-трансмиссионное отделение и кормовое башенное боевое отделение. Двигатель располагался в центре корпуса. Из-за больших его размеров и дополнительного оборудования систему выхлопа пришлось вынести наверх, ограничив на 40 градусов круговой обстрел башенной пушки. Серьезное внимание было уделено обзорности из танка. На обеих башнях были установлены большие наблюдательные колпаки, защищенные стробоскопическим наблюдательным прибором, двумя спонсонами с узкими щелевыми прорезями в стенках, вставленных один в другой. Оба спонсона вращались с большой скоростью в противоположных направлениях. За счет стробоскопического эффекта возникало ощущение почти прозрачности установки. В результате командир и стрелок кормового пулемета имели круговой обзор. Кроме этого, в отделении управления, боевом отделении и башнях имелись смотровые щели и перископические приборы наблюдения. Для управления огнем пушки имелся телескопический прицел. Пулеметы также были оборудованы прицелами. Танк оборудовался радиостанцией. Основное вооружение танка была 75-мм пушка, размещенная в башне с сектором обстрелов 320 градусов. Дополнительное вооружение включало в себя четыре 8-мм пулемета «Гочкис». Один устанавливался в передней части корпуса, два по бортам главной башни и еще один в кормовой башне. Броневая защита танка рассчитывалась на стойкость к снарядам 77-мм немецкой пушки ФК-16. Лобовой лист имел толщину 45 мм, борта 30 мм, корма 20 мм, основная башня 35 мм. На момент начала Второй мировой войны танк был малоуязвим и для снарядов основной немецкой противотанковой пушки ПАК-35-36. В 1939 году на нескольких танках лобовая броня была усилена до 90 мм, а бортовая до 65 мм. При этом вес танка достиг 75 тонн. В качестве силовой установки использовались два двигателя «Мерседес» мощностью 180 л.с. каждый. Впервые в танкостроении на этом танке была применена электрическая трансмиссия. Каждый двигатель приводил в действие свой генератор постоянного тока, от которого электроэнергия поступала на электродвигатель, приводивший в движение соответствующую гусеницу танка. При выходе из строя одного из двигателей питание электродвигателя переключалось на один генератор, и танк мог двигаться, хоть и с небольшой скоростью. Скорость танка по шоссе составляла 15 км в час. Запас хода 150 км. Танки «Шар-2К» являлись до 1938 года единственными танками прорыва во французской армии и регулярно привлекались на маневры. При нападении в 1940 году Германии на Францию они эшелоном были направлены на фронт, но самостоятельно не смогли спуститься с платформы и были уничтожены своими экипажами. В конце 30-х годов во Франции начали проектировать двухбашенный сверхтяжелый танк «ФКВ-Ф1» с толщиной брони до 120 мм, вес которого достигал 145 тонн, но начавшаяся война не дала реализовать этот проект. До 1923 года было изготовлено 10 образцов танка «Шар-2К». Танк «Шар-2К» был лучшим тяжелым танком французской армии в межвоенный период. На этот танк возлагались задачи по поддержке пехоты и самостоятельному прорыву обороны противника. Танк разрабатывался с 1921 года в рамках концепции боевого танка. После неоднократных изменений требований к нему, доработок и длительных испытаний в 1934 году принят на вооружение. Танк имел компоновку из двух отсеков – отделение управления, совмещенное с боевым, и моторно-трансмиссионное отделение. Экипаж танка состоял из четырех человек – механика-водителя, выполнявшего также функции стрелка из основного орудия, заряжающего обоих орудий, командира танка, являвшегося также стрелком и отчасти заряжающим башенного орудия, и радиста. В лобовой части корпуса слева находилась бронированная рубка водителя. Справа – 75-мм пушка. Во вращающейся башне устанавливалась 47-мм пушка. Двигатели трансмиссии располагались в кормовой части танка. Грамовский корпус танка был прямоугольного сечения. Гусеничный обвод охватывал корпус. Поэтому для обеспечения хорошего бокового обзора механику-водителю, его рабочее место приподняли и выполнили форму выступающей вперед броневой рубки. Справа устанавливалось 75-мм орудие и находилось место заряжающего, которое обслуживал две пушки и курсовой пулемет. Командир размещался в башне, установленной по центральной оси танка. Он осуществлял наблюдение за полем боя и ввел огонь из башенного орудия. Вращение башни осуществлялось при помощи электропривода, что заметно облегчало работу командира. В средней части с левой стороны, ниже и позади командира размещался радист. Механик-водитель, помимо управления танком, при помощи рулевого колеса с гидроусилителем, выполнял также функции наводчика основного орудия, поскольку наводить его по горизонту можно было только путем перемещения корпуса танка. Прицеливание он осуществлял через соединенный с орудием прицел с трехкратным увеличением. Экипаж попадал в танк через боковую дверцу, размещенную справа в корпусе танка. У командира и механика-водителя имели свои люки в башне и рубке водителя. Кроме того, был запасной люк в днище танка, а также люк сзади, около моторного отсека. Корпус танка имел клепано-сварную конструкцию и изготовлялся из скатанных бронелистов. Лобовая часть корпуса, борта и корма имели толщину брони 40 мм, крыша от 14 до 27 мм, днище 20 мм. Верхний лобовой бронелист устанавливался под углом 20 градусов, нижний 45 градусов. Верхние бортовые бронелисты также имели угол наклона в 20 градусов. Летая башня и летая рубка механика-водителя имели толщину стенок 35 мм. По бронестойкости шар Б-1 превосходил все имевшиеся на тот момент танки. Вес танка при этом достигал 25 тонн. Вооружение танка состояло из двух пушек и двух пулеметов. В качестве основного вооружения использовалась 75-мм пушка с длиной ствола в 17 калибров и предназначалась для поддержки пехоты. В башне устанавливалась 47-мм короткоствольная пушка и предназначалась для борьбы с танками противника. Для поддержки пехоты танк вооружался двумя пулеметами калибра 7,5 мм, один в башне и другой в корпусе. В качестве силовой установки использовался двигатель Renault мощностью 250 л.с., обеспечивающий скорость в 24 км в час и запас хода в 140 км. Из-за своей малой проходимости и недостаточного вооружения, Шар Б-1 к началу Второй мировой войны устарел и требовал модернизации. С 1937 года начал выпускаться модернизированный танк Шар Б-1 БИС. В танке была установлена новая башня с 57-мм лобовым бронированием и новой длинноствольной 47-мм пушкой с длиной ствола в 27 калибров. Лобовую броню увеличили до 60 мм, бортовую до 55 мм. Вес танка увеличился до 31,5 тонны. Для компенсации веса был установлен более мощный двигатель Renault мощностью 307 л.с., позволивший повысить скорость до 28 км в час. Мощное 60-мм бронирование не пробивал ни один немецкий танк, а длинноствольное 47-мм орудие Шар Б-1 БИС пробивало все немецкие танки того времени. Всего танков Б-1 и Б-1 БИС было выпущено 342 единицы. Танки Б-1 и Б-1 БИС приняли участие в столкновении с немцами в 1940 году. Показали хорошую огневую мощь и защищенность. Но из-за больших габаритов, низкой проходимости и маневренности были легкой добычей немецких танков и авиации. Субтитры создавал DimaTorzok